Здравствуйте! В эфире программа «За здоровье». Мы обсуждаем темы, которые касаются самого ценного нашего здоровья и хорошего самочувствия. И вот, что вас ждет в сегодняшнем выпуске. В Ставропольском крае 95% детских поликлиник обладают современной инфраструктурой оказания медицинской помощи. В Александровскую районную больницу на Ставрополье поступило новое оборудование по нацпроекту. С начала года в Ставропольском крае совершено 10 вылетов санитарной авиации. А также первые признаки проявления варикоза. Можно ли избавиться от этой болезни раз и навсегда? Как лечить недуг? Помогут ли народные средства? И когда пора обращаться к врачам-флебологам? И в самом конце выпуска наша рубрика «Йога». Советы тренера Любови Некрасовой. Все это вас ждет в сегодняшнем выпуске. А пока начнем с новостей медицинской отрасли Ставропольского края. В Ставропольском крае 95% детских поликлиник обладают современной инфраструктурой оказания медицинской помощи. Это стало возможным благодаря национальному проекту здравоохранения. Также с 2019 года в регионе успешно реализуется региональный проект развития детского здравоохранения Ставропольского края. Он охватывает широкий спектр мероприятий по улучшению медицинской помощи детям. Проект включает в себя внедрение современных технологий и профилактических методик, а также обновление материально-технической базы медицинских учреждений. Развитие детского здравоохранения является одним из приоритетов нашей работы. Мы стремимся к тому, чтобы дети нашего региона получали качественную и доступную медицинскую помощь. И я рад отметить, что благодаря реализации нацпроекта мы добиваемся значительных успехов в этом направлении. С начала года на Ставрополье совершено 10 вылетов санитарной авиации. Сейчас на борту вертолета посменно работают 4 медицинские бригады, которые сформированы на базе взрослой и детской краевых клинических больниц и городской больницы скорой медицинской помощи в Ставрополе. Средняя скорость полета вертолета составляет 200-220 км в час, что позволяет максимально быстро эвакуировать пациентов без автомобильных пробок и неровных дорог. Транспортировка пациента практически из любой точки Ставропольского окрая занимает не более часа. Санавиация – это возможность оказать пациенту качественную медицинскую помощь в максимально короткие сроки. Благодаря санавиации люди, получившие травмы или другие серьезные заболевания, могут получить необходимую помощь в любом регионе страны вне зависимости от удаленности и медицинских учреждений. Работа в этом направлении ведется в рамках регионального проекта развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи нацпроекта здравоохранения. Александровскую районную больницу оснастили новым диагностическим оборудованием. Это стало возможным благодаря реализации национального проекта здравоохранения, который инициирован президентом России. Стоимость нового рентгеновского маммографического цифрового аппарата составила 12,5 миллионов рублей. Его установили в рентгенологическом отделении. Аппарат позволит выполнять все виды скрининговых и диагностических обследований молочной железы, получить рентгеновские снимки груди, на которых можно обнаружить минимальные изменения структуры тканей кисты, опухоли, кальцинаты и другие новообразования. Масштабная программа модернизации первичного звена системы здравоохранения призвана обеспечить доступность и качественность первичной медико-санитарной помощи за счет укрепления материально-технической базы в лечебных учреждениях и расширения проблемы дефицита медицинских кадров. Сегодня поговорим о варикозном расширении вен. Проблема, с которой сталкивается порядка 25% населения земного шара. О причинах варикозного расширения вен, факторах риска, а также о способах лечения поговорим с нашим гостем. У нас в студии Мурадин Бергасов, врач, сердечная сосудия, хирург. Здравствуйте, Мурадин. Здравствуйте. Ну, расскажите, пожалуйста, для начала, что такое варикозное расширение вен? Когда мы говорим о варикозном заболевании, то есть мы говорим о расширении вен. И чаще всего это, конечно, расширение вен нижних конечностей. Сопровождается данное заболевание, как я и сказал, расширением вен. И также из особенностей это является то, что нарушается функциональная способность клапанов. Клапаны, которые находятся в просвете вен. И тем самым нарушается ток крови. И приводит к дальнейшим уже клиническим симптомам, которые мы видим. Ещё раз повторюсь, расширением вен. И дальше уже можно распределять по классификации. Ну, об этом мы дальше ещё поговорим. Ну, расскажите про классификацию. У них достаточно много. Да, классификации достаточно много. Но мы чаще всего пользуемся нашей классификацией, по которой мы понимаем, что начальные признаки варикоза, то есть пациента, в принципе, ничего не беспокоит, кроме наличия вен. То есть наличие вен, ну, то есть нету других жалоб. То есть в основном это только косметический дефект. В таких ситуациях мы обязательно проводим до обследования. Чаще всего это скрининговое ультразвуковое дуплексное сканирование, которое нам даёт понимание того, что, да, есть ли та самая проблема, связанная с клапанами вен. Да, если мы это выявляем, мы назначаем терапию. Данных в начальных самых стадиях можно обойтись, ну, так скажем, ещё без хирургического лечения. Следующая стадия – это когда уже появляются клинические симптомы, как тяжесть нога, зуд, жжение, вечерние отёки, судороги, чаще всего, которые возникают в вечернее время, либо ночью, под утро. То есть это уже следующая стадия, и здесь уже мы видим более расширенные вены. Дальше, если идти, то есть это уже может приводить к трофическим язвам. То есть это уже самая тяжёлая степень, когда рассматривать вариант лечения, тут приходится не только хирургическое, но и комплексное. Довольно-таки тяжело лечатся эти пациенты, поэтому по поводу варикозного заболевания вен, да, надо всегда обращаться вовремя к специалисту. Это сердечно-сосудистым, хирургам, флебологам. Учитывая то, что данное заболевание на самом деле сильно распространённое в наше время, поэтому ещё раз повторяю, что да, надо вовремя обращаться с целью выявления и правильного лечения. То есть я правильно понимаю, что из одной стадии может болезнь перейти в другую стадию, если ничего не предпринимать? Да, именно так. То есть варикозное заболевание – это постепенно прогрессирующая болезнь. Да, оно перетекает из одного состояния в другое, то есть с постепенным ухудшением. И если мы не лечим заболевание на ранних стадиях, то непосредственно будет постепенно переходить более тяжёлые степени, где надо будет уже и хирургическое вмешательство, различные методы, и, соответственно, и консервативная терапия. Где происходит сбой? Откуда берётся это заболевание? Где происходит сбой? Здесь можно говорить, конечно, чаще всего мы можем наблюдать это на следственности. Очень часто проявляется то, что в роду были варикозные расширения вен у близких родственников. Но, опять-таки, это не всегда так. То есть самая основная причина является то, что, как я и говорил ранее, это клапанная несостоятельность. Могут быть различные факторы, которые приводят к этому. То есть это образ жизни, физический труд, то есть, например, сидячая работа, либо длительно стоячая работа. Также у спортсменов часто возникает, так как они занимаются тяжёлым видом спорта. То есть именно у таких пациентов мы часто наблюдаем варикозное расширение вен. То есть спорт ещё не обязательно, он может идти на пользу, он может в каких-то ситуациях и навредить. Именно так, да. Что же тогда делать, где найти всю золотую середину? Ну вот спорт, он должен быть, ну, однозначно. Если начинаются какие-то проявления варикоза, спортсмены, то есть то же самое, они должны обращаться к докторам, чтобы выявлять это на ранних этапах, и на пути лечения, и заниматься, продолжать спортом. Конечно, тяжёлый спорт, он, ну, всегда приводит к каким-то осложнениям. Тяжёлый спорт – это гантели, да? То есть это тяжёлые… Ну, не только гантели, то есть это большие веса, которые поднимают, становые тяги, например, когда спортсмены поднимают большой вес, который, ну, на самом деле, не совсем организм рассчитан на такие тяжёлые веса и всё тому подобное. А бег? Бег, да, это очень хорошо. То есть на самом деле, даже когда есть варикозное расширение вен, мы рекомендуем нашим пациентам ходить, то есть была, чтобы ходьба. Это, наоборот, благоприятно сказывается на заболевании. Вы сказали ещё, образ жизни влияет. Какой образ жизни влияет? Образ жизни в плане того, что я и да, сказал, это чаще всего в плане того, что избыточная масса тела, и, как я и сказал ранее, это сидячая или стоячая работа на ногах. То есть в этом плане образ жизни, конечно, если есть возможность у тех самых людей, у которых работает на сидячих работах, стоячих, то есть хотя бы периодически вставать и ходить. То есть именно длительные статические нагрузки приводят к застою крови в нижних конечностях венозных. Могут ли роды спровоцировать возникновение варикоза? Ну, сами роды именно не могут спровоцировать только варикозную беременность. На протяжении всей беременности, да, есть различные факторы, которые приводят к варикозному расширению вен. Здесь надо обязательно сказать, что да, существует и теория того, что по мере роста плода и происходит сдавливание нижней половой вены, вследствие чего увеличивается давление в венозной системе, и вены начинают испытывать застой крови, который приводит постепенно к варикозному расширению. Также есть теория того, что происходят большие гормональные сдвиги, когда происходит именно развитие ребенка. Здесь, конечно, это тоже всё влияет именно на внутреннюю стенку вен, на те самые клапаны, о которых мы говорили. И постепенно нарушается их функциональная способность, которая приводит к варикозному расширению вен. Давайте подробно остановимся о симптомах варикоза. Как она проявляется? Если рассказывать, говорить о симптомах, то самые начальные проявления – это чаще всего, когда появляются какие-то сосудистые звёздочки. То есть сосудистые звёздочки – это различные виды изменения сосудов именно внутри кожи, которые визуализируются в виде покраснений либо каких-то паутинок, сеточек. На самом деле пациенты это часто замечают, то, что у них появились эти венки, и не обращаются они к врачам, занимаются самолечением. И, как я и говорил, варикозное заболевание, оно склонно к прогрессированию. То есть если нет адекватного лечения, болезнь прогрессирует. И на следующих этапах мы видим то, что пациенты уже начинают жаловаться на то, что у них увеличиваются эти вены в количестве. То есть если была где-то одна звёздочка, появляется в других местах в локализациях, это как бы говоря о том, что оно начинает прогрессировать. Также пациенты начинают испытывать тяжесть в ногах. То есть это тяжесть, а сейчас его возникает в вечернее время, когда натрудились, так скажем, в течение дня. Следующим этапом пациенты начинают видеть, что у них периодически отекают ноги к вечеру. Появляются судороги. Затем уже и появляются постоянные отёки. То есть отёк не только, который к вечеру образовался, и до утра этот отёк уходит. То есть при уже запущенных стадиях варикоза постоянный отёк конечностей. То есть он, так скажем, круглосуточный. Да, он периодически нарастает, периодически может уменьшаться в объёме. Но в любом случае этот отёк, он постоянно беспокоит самих пациентов. Вот, наверное, вопрос больше от лица всех женщин. Каблуки, они провоцируют возникновение варикоза? Варикоза, могут ли они как-то вот способствовать тому, что это будет проявляться и со дня в день? Да, конечно. Каблуки на самом деле очень неблагоприятно влияют на саму, так скажем, на сам кровоотток. Так как, когда люди ходят в каблуках, на высоком каблуке, когда мы говорим, то есть происходит застой крови вследствие того, что неадекватно работает мышечная помпа, которая расположена в икроножной мышце. То есть вследствие того, что неадекватно функционирует стопа, и стопа постоянно в разумном положении, это приводит к тому, что венозный застой, он постепенно-постепенно начинает приводить к застою крови, и тем самым развивается варикоз, конечно. То есть, да, каблуки – это… Даже когда мы назначаем лечение, всегда стараемся предупреждать наших пациентов, ну, каблуки – это надо стараться ограничиваться, хотя бы на период лечения. Чередовать, в общем-то, скорее. Да, ну, хотя бы так, да. То есть полностью отменять, ну, как бы мы хоть и говорим, это, наверное, невозможно, но всё равно мы рекомендуем. А кто больше подвержен варикозу – женщина или мужчина? Здесь, конечно, по статистике, большинство – это женщины. То есть в большом количестве – это женщины, учитывая те самые гормональные перестройки, которые происходят и во время беременности, и даже если рассматривать наследственность, то есть чаще проявляется у женщин, да. Если в процентном соотношении… Ну, если в процентном соотношении, это, например, около процентов 70, даже, можно сказать, если не сравнивать пациентов, то около 70-80 процентов – это больше женский пол, конечно. 20 – это мужчины так будет, да. А возраст какой? Возраст, на самом деле, сейчас не ограничен. То есть начиная уже с малых лет может проявляться варикоз, и довольно-таки даже люди, так скажем, даже в старческом возрасте приходят там, так как вроде у них с молодости был варикоз, ещё раз повторюсь, этот варикоз прогрессирует и к годам со старческим возрастом, то есть это приводит к критическим состояниям, когда начинаются появляться трофические язвы, и тогда уже пациенты даже в старческом возрасте обращаются к нам за лечением, и в таких ситуациях, да, мы их тоже лечим. То есть возрастной контингент на самом деле не ограничен данной ситуацией. Есть категория людей, которые ещё относятся к группе риска? Ну, в принципе, про группы риска в основном мы поговорили, то есть это, да, ситуации, когда, если не брать отдельные специальности, то есть обобщая, мы говорим о том, что это статические нагрузки, длительное сидение на месте, когда люди сидят, или длительное стояние на месте, то есть это статические нагрузки, и все профессии, которые с этим связаны. Чем опасен варикоз, если вот не предпринимать попытки лечения? Если говорить о каких-либо осложнениях варикозного расширения вен, то есть в начальных стадиях, да, говорить о каких-то тяжёлых осложнениях не приходится. А когда мы говорим о более запущенных ситуациях, когда варикозно расширенные вены, они на самом деле больших диаметров, там, 1-2 сантиметра, то есть это довольно-таки очень крупные вены, которые расположены подкожно. Здесь можно уже говорить о том, что в этих венах из-за большой застоя крови могут образовываться тромбы. То есть это тромбозы, воспаление этих вен, и может происходить даже тромбоэмболие, то есть это отрыв этих тромбов, фрагментов, и эти тромбы, отлетая, попадают в лёгкие, в легочную артерию. То есть это тяжёлые осложнения. Также есть осложнения, которые могут быть связаны с тем же варикозным расширением, это когда происходит выраженное расширение вен, воспаление их стенок, может приводить даже к кровотечениям. То есть настолько поверхностно расположены вены, которые расширены. Кровотечение на ногах, да? Да, да, да. То есть именно очень близко расположены к коже, там, при минимальных каких-то травматизаций, может приводить к кровотечениям. Это прям запущенные, да? Да, это запущенные ситуации, да, когда уже мы говорим о варикозе второй, третьей степени. Это уже госпитализация, да? Да, конечно, обязательно. Это госпитализация, это дообследование, и чаще всего это хирургическое лечение. Расскажите подробнее про лечение. Какие сейчас методы лечения есть на данный момент? По методам лечения существуют, конечно, это классические методы, это когда мы рассматриваем, так скажем, понятным языком, это открытая хирургия, то есть через разрезы мы делаем доступ к тем самым поражённым венам, и мы их удаляем. Если рассматривать более современные методы, то есть это лазерная коагуляция, которая делается на самом деле для пациента мини-инвазивно, довольно-таки удобно. То есть это ситуация, когда мы пациента прооперировали, и в тот же день пациент уходит домой. То есть, грубо говоря, это пациент находится под наблюдением первые сутки, и дальше уже начинает сам постепенно реабилитироваться. Когда есть запущенная ситуация, чаще всего мы говорим о классической хирургии, когда более запущенная ситуация. Когда приходится госпитализировать пациентов, делать операции под тем или иным видом наркоза. И некоторое время, около 4 дней, эти пациенты находятся у нас на госпитализации, то есть мы наблюдаем их, перевязываем. То есть это более, так скажем, обширная хирургия, которая требует наблюдения не первые сутки, а несколько дней. То есть классическая, которая прямо операция на ногах, это только у тех, у кого максимально запущенная стадия? Чаще всего, да. То есть не всегда так, но чаще всего именно таким образом мы рассматриваем. А малоинвазивные способы – это уже первая, вторая стадия, которая самая начальная? Нет, можно и даже рассматривать варианты, когда есть запущенные ситуации, всё индивидуально, то есть мы обследуем пациента. Это нам даёт понимание, лучше всего, это ультразвуковое дуплексное сканирование, когда мы на УЗИ видим, насколько поражены вены и какой метод мы можем предложить пациенту. То есть здесь не обязательно надо говорить о том, насколько запущен варикоз. Здесь мы больше говорим о диаметре вен, об их извитости. То есть есть определённые критерии, по которым доктор определяется и предлагает пациенту тот или иной метод лечения. Какие это критерии? Вот если рассматривать малоинвазивные… Если рассматривать малоинвазивные, как я и сказал, это чаще всего мы ориентируемся на диаметр вены, то есть насколько сильно она расширена, на извитость вены, то есть сможем ли мы пройти без разрезов через просвет этой вены. Также анатомические особенности в виде очень поверхностного расположения вены. То есть если мы будем лазером коакулировать, то есть закрывать просвет этой вены, она расположена довольно-таки очень поверхностно, близко к коже, то здесь, конечно же, мы можем провоцировать ожог кожи, дальнейшие некрозы. То есть есть различные факторы, по которым мы определяемся и предлагаем методы лечения. Если у человека на ногах несколько вот таких сеточек, скажем так, можно ли удалить их за один раз? Или это нужно несколько делать? Ну, на самом деле, когда мы говорим о большом варикозе с расширенными венами и наличии ещё сеточек, то есть мы убираем большие вены, и те самые сеточки мы также убираем либо склеротерапия, либо лазерная коагуляция. Чаще всего, если сеточки прямо в большом количестве, то удаётся убрать около 70-80% за один сеанс. Чаще всего приходится при большом таком варикозном расширении, именно сеточек, когда много телеангектазии, приходится там второй, третий этап делать в цели того, чтобы полностью убрать все вены. А после вот этих вот вмешательств человека может сразу идти домой, да? Да, когда мы говорим о малоинвазивной хирургии, госпитализация на длительный срок не требуется. То есть мы пациента проапелировали, он сразу встал с операционного стола и на своих ногах сразу уходит с операционной. То есть на самом деле для пациента это очень удобно. Мы некоторое время наблюдаем этих пациентов, то есть не то, чтобы сразу он встал и ушёл домой, то есть да, мы наблюдаем некоторое время, потом, если всё нормально, мы пациента спускаем, но обязательно с дальнейшим контролем. То есть не просто мы пациента спустили, и он ушёл от нас. Нет, мы обязательно контролируем, как минимум, на следующие сутки, в течение первой, там, второй недели, обязательно с последующими осмотрами. Как происходит эта хирургия? Это нужна тоже анестезия какая-то или ничего не требуется? Мини-инвазивная хирургия большой анестезии не требует. То есть это делается под местной анестезией. Это местные уколы, то есть мы рассматриваем уколы только в поражённую конечность. В целом пациент сознаний, то есть чувствительность у него только локально. Мы обезболиваем, если свечо, потом пациент может сразу после операции вставать и идти уже. Сколько длится операция такая? Ну, если рассматривать в среднем, это, наверное, около минут 40, часа. То есть, да, бывает запущенный случай, мы можем и два часа оперировать, в некоторых случаях мы можем и за 20-30 минут закончить. Здесь, конечно, это всё индивидуальный подход, на самом деле. Что испытывает человек уже после этой малой хирургии? После малоинвазивной хирургии пациенты, ну, на самом деле, что испытывают, это, на самом деле, облегчение конечностей. То есть они даже бывают на первые, вторые сутки приходят на контрольный осмотр и говорят, что вот прошли те симптомы, которые беспокоили вечерние отёки, судороги, всё тому подобное. Это сразу, когда мы видим благоприятный результат данного лечения. А так, по поводу области хирургической вмешательства, здесь мы рассматриваем то, что, да, могут некоторые, некоторое время, может, первые сутки, вторые сутки, ну, испытывать небольшие ощущения боли, то есть купируются данные боли обычными анестетиками, то есть НПВС, пероральными, то есть таблетками. Вот. И, на самом деле, довольно-таки благоприятно проходится. Народные средства с этой болезнью работают? Как Вы считаете? Ну, народные средства, знаете, здесь говорить о народных средствах, многие наши как раз-таки возрастные пациенты, которые длительно лечатся народными методами, говорят, что некоторое время вроде им и помогало это лечение. Но, как мы видим, раз они к нам приходят, значит, не всегда это эффективно. Есть, наверное, конечно, определенные народные методы, которые могут помочь. Но, говоря о медицине, здесь, конечно, есть довольно-таки хорошие препараты, которые довольно-таки адекватно работают и на ранних стадиях, и на более запущенных, когда мы назначаем терапию, и видим благоприятный исход. Это терапия в виде мази, гелий, это правильная пациентка? Да, да. Здесь есть несколько компонентов в лечении. Это обязательный приём венотонизирующих препаратов, то есть таблетки. Следующее – это местное применение венотонизирующих гелей, мазей. И обязательно эластическая компрессия нижней конечности. То есть это компрессионное белье. Человеку, у которого установили варикоз, ему нужно постоянно применять вот эти гели, мази внутрь? Или это вот периодами? Ну, на самом деле, даже можно принимать периодически, то есть курсами. Определённые курсы, в зависимости от того, насколько сильно запущены случаи, мы смотрим и назначаем. Ну, чаще всего это курсовая терапия. Один-два раза в год, то есть повторять курсами. Бытует ещё мнение, что вот эти все народные средства, они могут даже навредить. Были у вас такие случаи на практике? Да, на самом деле, бывают такие случаи, когда пациенты находят какие-то методы лечения, они где-то их читают. Как всегда, сейчас население, на самом деле, когда приходит к докторам, они уже подготовленные, то есть они знают о своём заболевании. Но опять-таки, видимо, прочитав какие-то неправильные источники, эти пациенты приходят к нам с осложнениями в виде, наоборот, воспалений, дерматитов. То есть это, наоборот, ухудшает процесс именно варикозного заболевания, который может приводить даже к тем самым тромбозам, когда мы говорим о больших венах варикозного расширения. То есть с народной медициной, на самом деле, ну, нужно быть очень осторожным. И поэтому надо всегда, в первую очередь, лучше проконсультироваться со специалистом, а потом уже заниматься лечением. Ну, это чаще пожилые люди, да? Ну, чаще всего, да. Чаще всего, да. На самом деле, это пожилые варикозы. А вот хирургическое лечение. Провели операцию, вылечили вроде как. Не может ли быть рецидива, снова вернуться болезнь? Да, конечно, присутствует процент рецидива. По разным источникам он может быть от 3 до 5-7%. На самом деле, да, рецидив бывает. Но чаще всего рецидив происходит у того контингента, который очень сильно подвержен к варикозам расширения вен. То есть когда мы говорили о наследственности либо о каких-то других ситуациях, те же самые пациенты, которые продолжают заниматься тяжёлым видом спорта, то есть у них могут быть проявления рецидива. Опять-таки, когда мы говорим о рецидиве, это не те вены, которыми мы уже занимались, это не те вены, которые мы убрали. То есть варикоза расширяется вены другого бассейна либо другие вены, которые на момент начала хирургического лечения были в состоянии, так скажем, здоровья. Говорить о хирургии, то есть мы же не будем, грубо говоря, в момент хирургии убирать либо коагулировать лазером все вены. То есть мы убираем только больные вены. А те здоровые вены, которые на тот момент были, они, конечно, в любом случае, если не происходит изменение образа жизни, пациенты не соблюдают рекомендации, которые мы всегда даём пациентам, может приводить, конечно, к рецидиву варикозной болезни. То есть получается, если человек, который занимался спортом, у него проявился варикоз, удалили вены, ему спорт уже противопоказан? Ну, не то чтобы совсем противопоказан, то есть с соблюдением рекомендаций и периодическими осмотрами специалиста, да, можно заниматься. То есть, ну, чтобы не было такого, что мы вроде сейчас вылечили, пациент про это совсем забыл и продолжает там заниматься тяжёлым видом спорта. Просто здесь присутствует риск, ну, да, рецидива, о котором мы говорили. Ну, значит, получается, что варикоз раз и навсегда вылечить невозможно, да? В той или иной степени он может вернуться? Может вернуться, да. Но, опять-таки, если не соблюдать рекомендации, если есть большая подверженность исходно, да. Ну, на самом деле, когда мы говорим о рецидиве, как я и сказал ранее, это небольшой процент рецидива. То есть не то чтобы там вот все пациенты, они когда-то к нам вернутся. Основной контингент, мы их лечим, и на самом деле они уже к нам не возвращаются. То есть это об этом говорит статистика. Давайте пройдёмся тогда по рекомендациям. Что вы рекомендуете своим пациентам? По рекомендациям, во-первых, если есть избыточная масса тела, это бороться с этим. Это очень важно при варикозном заболевании вен. Надо максимально стараться. То есть хоть и это тяжело, как все пациенты нам жалуются, вроде они пытаются, но у них не получается. Но с этим нужно бороться обязательно. Как я и сказал ранее, это изменение образа жизни. То есть не то чтобы, например, человек был длительно на работе, у него сидячая работа, он пришёл домой, там на автомобиле приехал, и, ну, также дома у него гиподинамия, то есть он не двигается. То есть хотя бы пешие прогулки, какие-то вечерние прогулки, либо ранние утренние прогулки. То есть чтобы та самая мышечная венозная помпа, о которой я говорил, которая при ношении высокого кабука не функционирует, вот, чтобы вот это всё функционировало, и хотя бы вот эти пешие прогулки, они должны быть. Вот. Ну, когда уже есть проявление варикозно-расширенной вены, первой, ну, начальной стадии, это ношение компрессионного белья, которое, на самом деле, довольно-таки тоже эффективно. Ну, как нужно носить бельё? Вот расскажите поподробнее, потому что здесь очень много вопросов возникает. Да, на самом деле бельё, конечно, очень многие пациенты, занимаясь самолечением, начинают на ранних этапах сами подбирать себе какое-то бельё. На самом деле они подбирают это неправильно, а потом приходят к нам, и мы им рекомендуем носить бельё, они говорят, мы носили, от этого толка нет. На самом деле здесь очень важен правильный подбор компрессии. То есть, учитывая клинические проявления запущенной из варикоза, существуют различные классы компрессии. То есть, это степень сжатия конечностей, тем самым эластическим челком, например. Учитывая проявления, мы назначаем либо первый, либо второй, либо третий класс компрессии. Но третий класс компрессии – это довольно-таки реже. Чаще всего это первый и второй класс компрессии. Данное бельё нужно надевать рано утром, то есть, когда ещё человек, ну, как рекомендуется, это до того, когда же человек встал, ну, либо ранее в период. Лёгий, получается, да, нужно надевать рано утром? Вот. И носить до вечера. Вечером можно уснуть. Целый день носить? Да, целый день быть у компрессионных челков, компрессионным бельем. Вот. И при правильном подборе, на самом деле, это очень благоприятно сказывается на заболевание. Довольно-таки очень хороший эффект. Можно только, ну, исключительно даже эластической компрессией, то есть, эластичным бельём, можно добиться, ну, довольно-таки благоприятных результатов. Но опять же, это курсами надо или прямо на постоянной основе? Ну, желательно, конечно, это, ну, так скажем, мы рекомендуем длительно. Длительно носить, то есть, ну, как минимум, хотя бы, да, курс. Если мы назначаемся совместно с курсом терапии, ну, хотя бы на этот курс, чтобы вот в момент приёма препаратов была ещё и компрессия. Потому что, ну, говорить о постоянном ношении, ну, не все пациенты, на самом деле, будут. Ну, это тяжело, да? Это тяжело. Это жарко многим пациентам, сложно одевать, они тяжело, конечно, конечно. Но это нужно. Да, это очень-очень эффективное лечение, да. Какая профилактика варикоза существует? Профилактика, помимо этого, ещё, ну, даже не знаю, что уже добавить. Повторюсь, что это изменение образа жизни, на самом деле. Стараться бороться с избыточной массой тела и вовремя консультироваться со специалистами, не заниматься самолечением. Это очень важно, на самом деле. А как происходит диагностика заболевания? При диагностике мы, конечно, во-первых, это осмотр пациента. Когда мы осматриваем пациента, на самом деле, для флеболога, либо сердечно-сосудистого хирурга, даже уже приблизительно, ну, всё понятно, что мы будем делать с этим пациентом. Но обязательно существуют дополнительные методы исследований. То есть это, конечно, ультразвуковое дуплексное сканирование, как я и говорил, при котором мы можем посмотреть все вены. То есть это и глубокая система вены, и поверхностная система вен. Здесь мы выявляем проблемы, связанные с клапанной патологией. И на самом деле дуплексное сканирование ультразвуковое нам даёт понимание и полную картину данного заболевания. И мы уже, конечно, здесь определяемся, на какую сторону мы будем двигаться. Это либо назначение терапии, либо рекомендовать уже хирургическое лечение уже сейчас. И если мы рекомендуем хирургическое лечение, обязательно происходит предоперационная подготовка пациентов. То есть пациенты, у нас есть стандартный список до обследования, так скажем, перед хирургическим вмешательством. Когда пациент издаёт определённые анализы, то есть по списку они издают это либо в поликлинике по месту жительства, собрав все анализы, они уже приходят к нам, будучи обследованы. Потому что, да, бывает, вроде бы пациент при осмотре, мы ничего не выявили, но, сдав анализы какие-то крови, мы выявляем какие-то патологии. И, учитывая то, что варикозные заболевания и хирургическое лечение – это плановая ситуация, здесь, конечно, нужно в первую очередь корректировать какие-то патологии, которые мы выявляем на этапе до обследования. Какая статистика заболевания в Ставропольском крае, если можно, вот за прошлый год? Ну, если говорить о Ставропольском крае и в целом про, так скажем, Европу и Российскую Федерацию, мы видим то, что варикозы, он прогрессирует. Прогрессирует. И возраст, который раньше был, если смотреть статистику, более ранний период, здесь мы видим то, что было варикозное расширение вен. Чаще, если рассматривать женщин, это от 30 лет. Сейчас варикозное расширение вен к нам приходят, и пациенты довольно-таки не в малом количестве, это около 20 лет. В нашей краевой больнице даже мы оперировали пациента, которому было всего 9 лет. То есть при таких ситуациях, да, говорить о том, что варикоз, он прогрессирует, и возрастной контингент, он расширяется, это всё мы наблюдаем на самом деле. Поэтому варикозное заболевание, это заболевание, которое требует своевременного лечения. Меняем образ жизни, обращаем внимание на свои отсюда, следим за ними и обязательно приходим к специалисту. Обязательно, да. Спасибо большое, что пришли, посетили нашу студию, пообщались с вами на эту важную тему. Спасибо большое. Что ж, эфир программы подходит к концу. Не переключайтесь. Прямо сейчас наша постоянная финальная рубрика «Йога» с тренером Любовью Некрасовой. Будьте здоровы и берегите себя. Я Любовь Некрасова, преподаватель йоги и йога-терапевт. Сейчас я хочу обратиться к женщинам, у которых есть холка и у которых зажат верх спины. Чтобы вы делали каждый день дома два упражнения, и у вас уходила холка, нужно немного времени, буквально 5-10 минут. Итак, первое упражнение, которое нужно делать каждый день, это взять руки, ладонь и локоть соединить и делать динамические вещи. Давайте сделаем со мной 10 раз, например. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Но так вам нужно делать 100 раз. Следующее упражнение. Вам нужно поставить руку на стену. Так, чтобы вы не наваливались корпусом, а просто стояли ровно, и рука была на стене. Далее. Вы прижимаете основание большого пальца. Ладонь – это вообще проекция верха спины. И вот это место как раз является сердцем и легкими. Это анатомические поезда. Вы прижимаете хорошо ладонь, и ладонь никуда не смещаете, но при этом разворачиваете бицепс вверх, а трицепс вниз. В этот момент начинает работать ваша лопатка, и лопатка начинает отходить в сторону. Итак, двигаете бицепс вверх, трицепс вниз. У вас освобождается шея, освобождается верх спины, и начинает двигаться лопатка. Вот такое незатейливое упражнение каждый день по минуте одной рукой, затем другой рукой избавит вас. От плечевого артроза, от зажатых плеч, от проблем верха спины и от зажатой шеи. И следующее обязательно сделаем скручивание. Поставите ногу на стул и прижмётесь бедром к стене. Затем хорошо поставите руки пошире, и будете одной рукой толкать стену от себя, другой как бы на себя, разворачивая верх спины, но при этом сохраняя таз ровным. Контролируйте это стеной. Стена – это учитель, который не даёт вам сместить таз, чтобы вы не скручивались в области поясницы, а скручивались в области верха спины. Итак, скрутились в одну сторону, и потом поменяете ногу и будете скручиваться в другую сторону. Точно так же прижимая таз к стене, прижимая бедро и сохраняя таз ровным, вы будете скручиваться в верхней части спины с помощью рук. Делая это каждый день, вы очень быстро избавитесь от этих проблем. Будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин